всем привет недавно зашел в пинтерест и обнаружил что там оказывается тоже есть планировки и не просто а в 3d и вот этих вот красочных творений там великое множество и сегодня разбор планировки из пинтереста поехали а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании итак первую квартиру разбираю точнее планировку которую я нашел на пинтересте и ее делали наши коллеги с востока я правда не понял конкретно из какой страны то ли китай то ли корея то ли что-то оттуда но тем не менее эта планировка есть вот она перед вами вы ее видите она очень красочная и это особенность пинтереста что те планировки которые выложены на пинтересте их очень много вот именно в таком виде в объеме как бы вид сверху все уже расставлено мы видим цвета фактуры как все это выглядит в общем одним словом загляденье но так ли там все хорошо сейчас мы и выясним начну традиционно со входа в квартиру вот он где вот он прямо вот вот здесь вот и мы сразу же попадаем на кухню я конечно не знаю как там на востоке говорят это дело тонкое но мне кажется заходить сразу же на кухню это не совсем айс все-таки должна хоть какая-то хоть небольшая но все-таки прихожая ведь все-таки прихожая это небольшой буфер пускай небольшой но это переход из общественного в частное правильно и он какой-то должен быть здесь его нет хотя предлагается поставить небольшой шкаф под обувь и пишется в описании что огромное количество обуви здесь поместится но мне кажется что это не совсем так разве что это будут сланцы ну наверное у ребят китайцев это нормально но все-таки есть и кроссовки и ботинки и прочее вот это все в такой маленький шкафчик ну не знаю дальше кухня она тоже кстати говоря не очень большая вот смотрите холодильник из холодильника мы должны достать продукты здесь есть куда их положить дальше мы должны их помыть дальше мы должны с ними что-то сделать а это место как раз в углу и вот это засада здесь мы уже ничего не сделаем то есть эта кухня неудобная а когда мы нарезали мы должны поставить кастрюльку в нее насыпать начать варить а дальше уже раскладывать по тарелочкам и нести на стол мне кажется эта кухня предназначена просто для того чтобы разогреть что-то по-быстрому или заварить китайскую лапшу больше чтобы на ней что-то разготавливать но она не годится просто даже место для готовки нету ну или надо ее по-другому перекомпоновывать это мне так кажется проходим дальше попадаем в столовую зону здесь есть лавочка кстати хорошо придумали что под этой лавочке есть хранение то есть мы можем поднять сиденье и туда чего-нибудь складировать ну например чемоданы для путешествий или подушки с одеялами для гостей но мало ли чего сами придумаете чего хранить перед этим делом стоит круглый стол два стульчика легких вот это все норм мне нравится сверху полочка можно декор поставить и дальше фишка этого интерьера это круглая точнее закругленная стеклянная перегородка и это очень красиво смотрится на картинке прямо вот я бы сказал это фишка этого интерьера она делит пространство как бы на зоны то есть спальню и гостевую зону это звуковая преграда но с другой стороны это не глухая стена соответственно мы чувствуем простор и вроде бы все классные зашибись но есть парочку но но во первых стоимость этой закругленной перегородки будет просто адовой потому что просто эта перегородка с прямыми стеклами стоит достаточно недешево а если мы берем гнутое стекло гнутую раму и пытаемся все это сделать в гнутую перегородку но цена возрастет просто там в геометрической прогрессии то есть рост будет колоссальный вопрос а надо ли в маленькую квартиру ставить такую дорогостоящую штуковину ну мне кажется как-то не сопоставимые затраты там цена квартиры перегородка полцены квартиры ну как бы зачем красиво но зачем я всегда говорю что дизайн он должен реализоваться на картинке то все что угодно можно нарисовать но если это не воплощается в жизнь то нафига спрашивается потому что с моей точки зрения это стопроцентно точный ответ на вопрос почему потому что в общем это первый вопрос который вызывает сомнения это вот это вот закругление второй вопрос который сразу же возникает а как это технически будет исполнена то есть здесь же дверь должна быть правильно то есть мы же то есть она тоже будет закругленная эта дверь вот я таких вариантов не видел но вот прям чтобы жилом интерьере закругленную дверь стеклянную вот так вот поставили но это будет еще дороже стоит ну то есть мы столкнемся с вопросом цены то есть бюджет нам выстроить такой серьезный барьер дальше следующая организация пространство следующий вопрос это собственно спальня ну хорошо зашли мы сквозь стеклянную перегородку пускай она есть вот мы попали все классно если это день а если это ночь здесь вот две спальные комнаты например 2 предназначена для детей вот дети вышли пошли на кухню или там водички попить или телевизор посмотреть и вот они проходят мимо этой стеклянной перегородки и получается сквозь нее сразу видят чем родители занимаются ну как бы так себе удовольствие я сказал но для детей может быть все таки интерес в детстве ко всему а вот для родителей то это конечно спорное удовольствие в связи с этим почему нету никаких там хотя бы шторок которые можно было бы зашторить но или вот у самой перегородки или вот дальше или предполагается что это smart стекло но знаете когда на кнопочку жмешь и она становится матовым но в описании ничего такого не написано а если все таки это будет установлена эта технология smart стекло то стоимость перегородки вырастает еще больше потому что один квадратный метр smart стекла стоит ну прямо сильно дорого для сравнения мы относительно недавно считали перегородку два на два с половиной метра примерно площадь и нам выкатили цену в 300 тысяч а здесь в два раза больше то есть получается тысяч шестьсот будет стоить такая технология здесь ну как бы дороговато идем дальше дальше гостиная в гостиной получается расстояние между диваном и телевизором очень маленькая от стены до стены всего-навсего два метра ну примерно где-то так телевизор диван два метра чет маловато как-то мне кажется нормальное расстояние это три метра но уже более-менее ну хоть что-то а вот два то это уж совсем но это коридор по сути какой-то получается что можно было бы с этим сделать мне кажется что здесь надо пересмотреть компоновку но это мне так кажется вы в комментариях напишите согласны со мной или не согласны я бы при входе поставил стеночку и огородил некое пространство которое превратил бы ну что-то в подобие гардероба но какая бы южная страна не было все равно это какое-то количество обуви это какое-то количество одежды но не все же время в майках люди ходят есть плащи там ну кофта хоть какая-то там пиджак на работу ходить не знаю шляпы там какие-то зонты там на пляж там какие-то матрасы надувные ну то есть все равно этот хлам есть чемоданы те же самые в путешествие ездить короче говоря нужна какая-то зона хранения и какое-то подобие прихожей чтобы обеспечить тот самый переход из того общественного мира в наш частный и вот эта зона сама собой получается а вот дальше я бы кухню немножечко переиграл я бы ее сделал угловую поставил бы вот таким образом столбы отодвинул дальше глубже в комнату перегородку бы убрал и поставил бы ее вот здесь да возможно уходит вот та история с мастер спальни да так называемая потому что здесь все таки мы можем зайти в душевую из спальни когда есть эта перегородка но у нас настолько маленькое пространство что ну как бы говорится уже не до таких индивидуальностей хотя надо посмотреть что вот это вот за перегородка и возможно здесь можно будет сделать вход короче говоря убрав эту перегородку это позволит нам увеличить вот эту вот комнату вот аж квадрата на 3 может даже на 4 выдвинуть стол вот сюда вот в центр зала ну оставить гостиную как есть таким образом мы удешевим проект то есть убрав просто вот эту вот круглую стеклянную штуковина которая очень дорого стоит мы получим дополнительные места хранения мы подвинем кухонный гарнитур ближе к окну а значит он будет лучше освещен ну и общего пространства будет здесь побольше вот такой мой взгляд именно на эту планировку наших коллег с востока чё думаете товарищи пишите в комментариях как бы вы сделали согласны не согласны если вот так вот на себя примерить вот эту вот интересную красочную квартиру короче есть комментарии там пишите ну а пока ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал всем пока да прибудет с вами муза